Судьбинка Судьбинка В августе 40 дней исполнилась после ухода прекрасной нашей певицы Ольги Воронец. Давайте мы все ее вспомним. И давайте вместе споем песню, которая, мне кажется, в ее исполнении была лучшая. А эта песня была написана для фильма «Тени исчезают в полдень». И вы догадываетесь, какая песня – «Гляжу в озера сине». Гляжу в озера сине, в полях ромашки рву, Зову тебя, Россию, единственной саму. Спроси, переспроси меня, милее нет земли, Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Гляжу в озера сине, в полях ромашки рву, Зову тебя, Россию, единственной саму. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Красу твою не старей, ни годы, ни беда, Иванами, да марьями гордилась ты всегда. Не все вернулись соколы, кто жив, а кто убит, Но слава их высокая тебе принадлежит. Красу твою не старей, ни годы, ни беда, Иванами, да марьями гордилась ты всегда. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, Грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Ну и позвольте несколько слов сказать об артистке, который сегодня на сцене, откуда я взялась. Это связано, конечно, с людьми, которые мне помогли стать тем, Кем я сейчас есть. Я сама из семьи военных и учителей. И вот в четвертом классе меня привезли в город Тюмень, первые бабушки в гости, а мы по всему свету ездили с моими родителями. И вот там я узнала, что по соседству с моей бабушкой проживает через один двор, проживает семья Юрия Александровича Гуляева. И так случилось, что я запела и спросила его, могу ли я стать артисткой. Он сказал, если будешь учиться, будешь артисткой. И вот для меня это было очень важно, потому что близкие считали, что такая неказистая девочка должна быть учительницей или врачом. А мне ужасно хотела быть артисткой, неважно какой. И бабушка мне даже говорила, ну, если очень хочешь, конечно, сможешь. Сергей Филиппов тоже страшненький был, но стал известным. Я не знала, кто такой Сергей Филиппов. Но самое главное, когда выходишь на сцену, ты королевишна, ты одна. И вот надо, конечно, каждый раз завоевывать зал. Это огромное счастье, когда ты выходишь на сцену и даришь все, что есть на твоем сердце. Ну, а потом я уже вернулась к бабушке, когда училась в восьмом классе. Там закончила школу. Ну и великое для меня было счастье. Я прошла большой конкурс в оркестр тюменских нефтяников «Ровесники», которые были созданы для того, чтобы обслуживать тюменский северстройки. Значит, все нефтяные вот эти вот сооружения. Потому что там это были молодежные стройки. Естественно, должны были звучать и молодежные песни. Мы объездили весь тюменский север. Вот. Ну, а потом тюменский комсомол меня отправил на всесоюзный конкурс. Песни «Рига-76». Ох, как давно было. И я разделила второе место с Розой Крымбаевой. И так начался мой творческий путь. Я была приглашена в Москву. Я полгода работала на радиотелевидении с оркестром Юрия Васильевича Силантьева. Записывала комсомольские песни разные. А потом была приглашена в московский мюзик-холл. Я работала с Галиной Нинашевой, с сестрами Зайцевыми, красавицами вот этими, с Любой Полищук. Ну, а потом в мою жизнь пришли вокальные инструментальные ансамбли. Я каждый вечер говорю об этом, потому что с глубочайшим почтением отношусь к руководителям, которые создали такой жанр, как ВИА, вокальные инструментальные ансамбли. Ну, вы все знаете Леся песню «Веселые ребята», «Поющие сердца». Там там море было. Но меня пригласили в ансамбль, который только-только создали. И ему название было «Шестеро молодых». Этот ансамбль просуществовал пять лет. К сожалению, трагически ушел из жизни руководитель. Я там работала около года. И самое главное, о чем я хочу сказать, тогда время было музыкантов, артистов. Сейчас время продюсеров, которые что хотят, то и выпускают на сцену. Кого хотят, значит, выпускают за деньги большие. Вот поэтому у нас, собственно, такая очень в плачевном состоянии эстрада. Песен не так много пишется хороших. Спасибо, конечно, Ларисе Рубальской, Илье Ризнику, там, Крутому. Но их так мало. А тогда песня прозвучала по радио по телевизору, и мы уже все поем. Правда же? Почему и все их знаем? Ну и вот. И вот однажды мы стали... Что такое шестеро молодых? Это пять мальчиков стоят на сцене, одна девочка. Вот в один период была я вот той девочкой. А сзади стоят где-то человек от девяти до двенадцати музыкантов. Это и ритм-группа там, гитары. Это духовая группа, саксофон, тромбон и так далее. И у нас двух мальчиков не хватало. Периодически все уходили куда-то. И вот у нас должно было быть прослушивание. Дать взять двух мальчишек. И к нам пришли на прослушивание два молодых человека. Они были знакомы, даже, кажется, их дружили тогда. Один беленький, такой высокий, стройный, тоненький. И пел песню о маме. Вот. Такой лирический тендер. Он мне так сразу понравился. Думаю, славный какой. Прямо комсомолец. Такой положительный. Такой ботаник. Запомните о ком я говорю. Второй вышел вот такой вот. Дубок такой. Ты кем работаешь? Слесарь. А чего ты это? Петь хочу. Играешь на музыкальном инструменте? Немного на гитаре. Ну, в общем, нам совершенно не понравился. Но завтра надо было улетать на гастроли. Мы его взяли. Я тоже не случайно говорю о нем. Потому что у нас была такая песня. На шести районных и молодых. Выскакивает, значит, на сцену выбегает два мальчика. Потом я и за мной остальные мальчики. Так вот, за мной должен был вот этот слесарь выскочить. А он вот такой, как Дубок встал и не может выйти. Кот окаменел. Его как выхватило. Ну, можно сказать, я вывела человека, который в дальнейшем станет народным артистом России. Какое-то время спустя, там через много лет, я уехала за границу, работала. И вот я приезжаю, и вдруг по радио, возможно, и по телевизору, я уже это не помню, раздается знакомый голос. И вдруг я слышу, объявляют. Для вас пел народный артист России Николай Расторгуев. Это был тот, вот этот слесарь. А потом, а про Беленького. Пожалуйста. Это тот, вот, ботаник лирический тема, в дальнейшем стал, я считаю, одним из лучших роковых певцов. Это Валерий Кипелов, группа «Ария». Вот шестер молодых подарил их. Каких России прекрасных исполнителей. Ну, и еще несколько слов об этих ансамбликах. Где-то процентов тридцать в эти коллективы пели свои песни. Конкретно писали именно на эти коллективы. Были свои авторы. А процентов шестьдесят мы пели все одни и те же песни. И наш адрес – Советский Союз, хотя это самоцветы и так далее. Мы все эти песни знали. Поэтому периодически мы куда-то перебегали в другие ансамбли. Вот. Ну, это потом в дальнейшем расскажу. Но сейчас самое главное – мы свою песню, которую пели все Вио. И вместе с вами вспомним эту песню. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Накронилось вдруг небо ниже. Я пошел стучать, стучь по крышам. Под моим окном лужи в тенье. Вдруг свидание нам точно пеет. Если выйдешь, ты мне подвечу. Даже грянет кровь, не подвечу. Если дочь такой, значит, любишь ты. Значит, любишь ты. Ну, и ты. ПЕСНЯ Такой хороший настоящий. ПЕСНЯ 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 Но не будет куч между нами. Если выйдешь ты мне навстречу, Даже гряне дров не завечу. Если вновь такой ждать ты будешь, Значит, любишь ты, значит, любишь. Накронилось дров, небо ниже, Ничего в круг я не вижу. У мокрых дождь растет, как в тумане, Но не будет куч между нами. Если выйдешь ты мне навстречу, Даже гряне дров не завечу. Если вновь такой ждать ты будешь, Значит, любишь ты, значит, любишь. Если вновь такой ждать ты будешь, Значит, любишь ты, значит, любишь. Если вновь такой ждать ты будешь, Значит, любишь ты, значит, любишь. Если вновь такой ждать ты будешь, Значит, любишь ты, значит, любишь. Если вновь такой ждать ты будешь, Значит, любишь, если так не будешь, Значит, любишь ты, значит, любишь. Так, дорогие друзья, я стою, мне безумно громко, а вам? Пожалуйста, в три раза делаем тише все, потому что во время песни я не могу манипулировать, мне надо песню петь, значит, все делаем тише, потому что все гудит, грохочет, я даже ничего не слышу. Ну а сейчас, дорогие друзья, очень лирическая прозвучит песня, которая тоже в моей жизни сыграла огромную роль. Однажды был такой период, был такой период, когда в Лесе песни, ой, нет, не Лесе песни, сейчас подождите, как называется группа-то? Какой группе-то? Вот сейчас песня у нас будет. Это у меня уже синяя птица, господи. Очень хочется, чтобы за спиной была такая стена, уверенность, а я вот не совсем уверена. Поэтому группа «Синяя птица» написала очень много песен, и в один прекрасный момент у нее была солистка и Света Лазарева, она куда-то уехала на съемке, и нужно было вот эту нишу закрыть, я была свободна, и меня пригласили на три месяца с ним на гастроли поехать. Я перепугалась песен ваших, не знаю. Ну, Света же свои пела, и ты свои пой. А общие мы все знаем. И вот я совершенно была влюблена в одного музыканта, но только во время, когда он эту песню пел. Песня потрясающая была. Песня заканчивалась, влюбленность пропадала. Ну, и когда я стала взрослой, когда я стала выпускать свои пластинки, я поняла, что имею полное право эту песню спеть от имени женщины. И сейчас эту песню я вполне уверенно запоют все мужчины, вся молодежь, все люди возрасте, потому что эта песня, конечно, о любви, об осени. Пожалуйста. А мне будет аккомпанировать Александр. Очень тихо сядет. Сашенька, не надо вот ничего не трогать. Все, понятно. Вот поставь на один звук, и больше не надо ничего трогать. Один раз выстроить. Все, пошли, пожалуйста. Спасибо. Наша песня. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 молитва. Обрести же захочешь спасенье, в Божий храм помолиться иди. Перед образом встань на колени, чтоб молитву свою вознести. И растают печали и тени, луч надежды в душе заплестит. Неропщина суровую тою, крест по жизни достойно неси. Полагайся на Божию волю, Он предаст и терпенье, и сил. Всем достались свои испытания, есть превратности в каждой судьбе. Эти муки и эти страдания для спасенья даются тебе. Не ищи у людей утешение, и от рады от них ты не жди. Обрести же захочешь спасенье, в Божий храм помолиться иди. Господи помилуй, Господи помилуй. А сейчас я вам хочу спеть песню, пожалуй, которая очень повлияла на мою творческую судьбу, потому что, когда я ее услышала, у меня просто мурашки побежали. Была девочка маленькая, ну, не маленькая, лет, наверное, 11 мне было. Я поняла, что песни могут что-то с душой творить, потому что я обрыдалась, когда эту песню слушала. Передо мной это вся была история. И спасибо Идите Пьехе за эту песню. Лучше ее, конечно, никто не исполняет. Но песня должна жить, и ее должны петь разные артисты. И сейчас я эту песню посвящаю людям великой профессии, людям, которые каждый день совершают подвиг. Если мы с вами... Я хочу сказать, вообще, конечно, очень сложно. Это у нас не концертный зал, конечно. Когда ты в зале, вот здесь у нас более свободная установка, но безумно тяжело, когда ты... Вот я иногда даже глаза закрываю, чтобы не отвлекаться. Я привыкла к таким сценам профессиональным, но мы обязаны, конечно, обязательно перед вами выступать. Вот. И я любезно попрошу, чтобы вы тоже немножечко так вот думали об этом, что очень тяжело, здесь очень софиты, вот жарко безумно, и громко, и очень хотелось бы, потому что я пришла открыть в свое сердце о песне. Это, конечно, самое главное, что есть в нашей России из такого массового творчества. Эти песни поднимают наш боевой дух. Благодаря этим песням мы влюбляемся, мы расстаемся, всегда песня помогает нам. Так вот, эта песня звучит в честь наших прекрасных летчиков. песня. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ